Еще больше оружия, еще больше войск. США намерены увеличить свой военный контингент в Европе. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд. Главную свою цель американцы уже особо и не скрывают противостояния России. При этом генерал подчеркнул, основной упор будет сделан не на увеличение живой силы, а на модернизацию установку систем так называемого умного боя. Это средства космической связи, мощные компьютеры, которые еще называют кибероружием. Противоракетные установки в том числе и бомбардировщиков дальнего действия. На противостояние России американцы денег не жалеют. Агентство Рейтер отмечает, расходы на расширение военного присутствия в Европе увеличатся с 800 миллионов до 3,5 миллиардов долларов. А всего затраты на проведение военных операций за рубежом составят почти 60 миллиардов. Вот такие вот миролюбивые в кавычках планы. А еще конгрессмены США предлагают отказаться от сокращения армии, говоря о живой силе. Поговаривают, американцы напугали успехи российских военных в Сирии. И не только это. Так или иначе, в парламент внесен законопроект, согласно которому так называемый критический уровень прочности США почти полмиллиона пехотинцев. Еще 200 человек в резерве. Есть и другие поправки, о них чуть позже. Пока же предлагаю заочно помериться силой с Пентагоном. Долгие годы под левой умой беспокоит гипотетический конфликт двух держав. Представить такую войну в чистом виде практически невозможно. В столкновении между Москвой и Вашингтоном обязательно окажутся встянутыми сопредельное государство. К тому же США, как член НАТО, может рассчитывать, если не на полноценную поддержку альянса, то хотя бы на поддержку своего главного европейского союзника Британии. Однако постараемся все же просто проанализировать, что могут противопоставить друг другу армии двух этих стран. Актуальные цифры прямо сейчас у вас перед глазами. Я лишь отмечу, что главным козырем России, возможным, подчеркиваю, в военном конфликте, помимо не самых слабых ВВС, является система ПВО страны, которая в состоянии сделать российское небо недоступным для действия авиации любого вероятного противника. Но вернемся к законопроекту, который приостанавливает сокращение американской армии. Текст есть в распоряжении Лайфа. Недавно его направил в парламент республиканец конгрессмена штата Нью-Йорк Ристофер Гибсон. Вот его слова. Соединенные Штаты, их союзники и партнеры сталкиваются с новыми угрозами. В том числе с восставшей Россией, которая аннексировала Крым, вторглась в Украину и в настоящее время проводит военные операции в Сирии. И свои позиции действиями вызывает озабоченность союзников и НАТО. И продолжает. История показала, что сухопутные войска численностью в 480 тысяч человек являются критическим минимумом, который мы должны иметь для обеспечения безопасности американского народа, для того, чтобы сдержать агрессию и выиграть войну. Напомню, глава Пентагона Эштон Картер на прошлой неделе начал обсуждение военного бюджета США. Затраты американского военного ведомства по нынешнему проекту должны составить 582 с копейками миллиарда долларов. Это значительно больше, чем тратит на свои военные нужды Китая, Россия, Великобритания, Франция, Германия, Япония и Канада.